Приветствую вас. Ну что же, давайте разберем ваш вопрос. Мой вопрос касается моей профессиональной самореализации. Не могу найти свое место в этом мире разных профессий. Если вы не можете найти место, то первое, о чем нужно сказать, это о том, что вы в работу, в свою работу, мешаете что-то еще, вот. То есть вы, грубо говоря, не работаете, вы не реализуете, вы решаете. Вот. Ну, или пытаетесь решить, вот. А какую-то свою проблему, другую проблему, с работой не связан, вообще, да? А, перепробовал довольно много. Значит. Когда человек, вот, пробует много, это говорит о его страхе. То есть это говорит о том, что в определенный момент человеку нужно сбросить. Ну, сбросить себя, да? Сбросить свой успех. А, вот. Что бы, как бы, начать заново. То есть вам хочется начинать заново. Вопрос, а что вам это дает? Дает некое исходное положение. Почему это исходное положение так важно, да? У этого есть, понятное дело, несколько ответов, вот. Один из ответов заключается в том, что поиск, поиск себя, да? Поиск себя. Это интересное занятие. Вот. Поиск себя. Это интересное занятие. Но поиск себя не предполагает нахождение себя. Это очень важно. Потому что если человек, который Себя Ищет, да? Если человек, который Себя Ищет. Себя Найдет. Вот. То ему Нечего больше будет делать. Вообще. Вот. А вы Преследуете Для себя цель Именно себя Искать. Знаете, У вас нет цели Себя найти. У вас нет цели Чем-то заниматься. Вы Именно Именно Следуете Одной цели Себя Искать. Это С одной стороны. С одной стороны. Есть еще Другая Страна. Для Человека Нормально Идти Ну, просто Идти Куда Куда Ему Хочется Да? Хочется Хочется Там Не знаю Работать Баристой Да? Хочется Там Я не знаю Работать Аниматором Да? И так далее. Вот. Так вот Для Для Человека Нормально Этого Хотеть Для Человека Нормально Что-то Делать В этих Направлениях И нормально Разочаровываться В них Но Вопрос Заключается В том Набирается Ли Человек В этих Случаях Опыта То есть Замечает ли он Эм Какие-то в себе Изменения Замечает ли он Какие-то в себе Перемены Вот Эм Как-то Развивает ли Это его Ну Буквально В буквальном смысле Развивает ли это его И Очень важно Понимать Развивает ли это Ва Потому Что Лично Мне Показалось Что Сталкиваясь С опытом Да Вы его Просто Проскакиваете Вы его Просто Проскакиваете А Вы не Ассимилируете Опыт Не Ну Не Развивает Не Развивает А Это На мой Взгляд Большая Проблема Поэтому Когда Говорят Что Нужно Пробовать Когда Говорят Что Нужно Вот Значит Ну Как-то Исследовать Да Вот Исследовать Свою Теятельность Смотреть На нее И так Дало Вот Это Говорят Абсолютно Верно Это Правда Но Делать Это Можно По-разному Да Можно Уходить В Определенную Скажем Так Ну Можно Уходить В определенную Рационализацию Вот Можно Уходить В это То есть Можно Это Делать Бездумно Стремительно Проскакивая А Можно К этому Относиться Внимательно Вот Смотреть За Своими Чувствиями Смотреть За Своими Переживаниями Вот Смотреть За Своими Изменениями То есть Что Изменилось Что Как Я Изменил Да И так Далее Вот Дальше У меня Всегда Была идея Фикса Найти Что-то Идеальное Что Раскроет Мой Потенциал Сделать Меня Супер Звездой Этой Деятельностью Вот Тоже Такой Довольно Интересный Момент Значит У вас Задача Стать Супер Звездой А Не Заниматься Деятельностью То есть Вы Хотите Что Само Твердиться Вы Хотите Подчеркнуть Свою Ценность То есть Вы В своем Стремлении Стать Супер Звездой Какой-то Деятельности Решать Какую-то Свою Проблему Это Даже Не Про Про Профессионализм То есть То, что вы Описываете Даже Не Про Профессионализм Не Про Желание Стать Профессионалом Своей Деятельности Моя первая Сережная Работа Это Работа В сфере Дизайнером Спустя 4 года Такой работы Я поняла Что Петерневка Это Ад Смотрите Очень важный момент Вы говорите Петерневка Это Ад Чем это Для вас Ад Что Лично Вам Не Нравилось Или Не Понравилась Спустя Спустя Что Произошло Понимаете Что-то Произошло Это Очевидно Что-то Произошло Но Что Вот В чем Вопрос И Это Пока Не Понятно Понимаете То есть Вот На это Вам Нужно Обратить Внимание Вам Что-то Не Понравилось Нормально Человеку Может Что-то Не Нужно Понять Увидеть Что Конкретно Не Понравилось Вам Как Вы Отреагировали На Печатневку Ну Например Вы Отреагировали На нее Так Допустим Что Это Не Свобода Например Что Вы Привязаны К К Месту К примеру Вот С Этим Чувствуем Не Свободы Или Одно Или Однообразие Вот Если Этот Момент Присутствует У Вас Что Вы Как Чувствуете Например Однообразие Допустим Очень Очень Важно Увидеть В чем Оно проявляется В чем Оно проявляется И Как Вы Сами Его Чувствуете Быть может Это не Однообразие Быть может Это Рост и развитие В каждой работе Есть Рутина В каждой работе Есть Механические действия А Суперзвездность В работе Это Следствие Определенного Состояния Это Следствие Определенной Деятельности Определенной Направленности Векторности Человека Но Суперзвездность Вряд ли можно Почувствовать Перманентно Как Некий Феномен Вот Лично я Полагаю Что здесь Либо про Внимание Либо про Любовь После этого Я искал работу С графиком 2 Уехал В путешествие Это был интересный Год я Так Про работала Захотелось Что-то поменять Захотелось Захотелось Вот Смотрите Значит Захотелось Что-то Поменять Вот Этот Момент Того Что вам Захотелось Что-то Поменять Как Будто Бы Про избегание Вам Всегда Будет Хотеть Что-то 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 Менять Когда вы будете Чем-то Заниматься Потому что В определенный момент У вас Будет Появляться Тревожность Вы Будете Испытывать Некий Такой Вот Страх Да Внешне Возможно Внешне Это Будет Выглядеть Не Как Страх Возможно Внешне Это Будет Выглядеть Больше Как Надоело Устало Не Хочу Больше Внешне Это Может быть Будет Выглядеть Именно Так Но Не Всегда Надо Надоедание Это Именно Про Надоедание Потому Что Очень Часто Надоедание Это Про Определенную Пассивность Человека И Если Мне Что То Надоело То Что Я Делаю Чтобы Мне Было Интересно Чтобы Мне Было Весело Чтобы Мне Было Хорошо Что Я Делаю И Ответ Заключается В том Что Вероятно Ничего Что Вероятно Я Нахожусь В Определенной Пассивности Если Я Нахожусь В Определенной Пассивности То Это И Здесь Избекают Понимаете Какая Штука А Значит Это Не Случайно Вот Об этом Я Пытаюсь В данном Случа Вам Сказать Захотелось Побед Интересные Интересные Деятельности Вот Это Следствие Уже Я Вернусь Пошел работать Дизайнером Продавцем Кухни Новая Сфера Новая Задача Интересная Будораза Радуше Именно Чем Неизвестность Тем Что Вы Начинающие Обратите Внимание Вы Тяготите К позиции Начинающей Вы Боитесь Успеха Вы Описываете Классическую историю Страха Успеха У У У У вы начинаете, у вас энергия есть. Совсем иначе стала относиться к продаже, была хорошим сотрудником, но я ее не вывезла, сгорела за полгода, потому что старалась как-никак не в себя, и это не случайно. Вы это делаете как бы специально для того, чтобы успешать успеха. Ну понятно, что у выгорания есть и другие причины, их нужно выяснять. Оказалось, в этой работе просто немерное количество подводных камней, и организация, в которую я попала, была молодая, сверх трудная. И это абсолютно нормально. В любой работе много подводных камней, но вы как будто бы работу идеализируете. Почему? Почему вы идеализируете работу? Потому что вы наполняете ее своим чем-то. вы наполняете ее своими желаниями, вы наполняете ее своими, я не знаю, целями, вы наполняете ее своими красками, но это ваши краски, а не реальными. И это еще один момент в пользу того, чтобы говорить о том, что вы больше тяготеете к тому, чтобы быть начинающим. Но не быть в процессе. Понимаете? Когда человек начинает, у него нет ответственности. Проблемы появляются позже. Когда человек какое-то время пробивает в деятельности, начинает требовать от себя результатов, желательно быстро. А их, например, нет. И тут начинаются проблемы. Так. Дальше. В общем, было много издержек, которые сопутствовали моему выгоранию, конфликту, который был просто неизбежен как способ выхода энергии по следующему волнению. Здесь вы снимаете с себя ответственность, перекладывая, как бы, ответственность за выгорание на внешние факторы. Теперь я просто не знаю, что делать дальше, что бы что. Я всегда стараюсь делать только то, что я хочу. Да. Но свои желания нужно исследовать. А не торопиться. Но это выводит меня такими разными путями, как я этому хочу постоянно что-то не нравится, и он страдает. Но не смотреть, что не нравится. Хочу без разницы то, что надо делать, как минимум зарабатывать. Правильно. Нужно договариваться с собой. Для этого нужно замедляться. Он просто ждет классного коллектива, классного графика, классной деятельности, классного ЗП и, кажется, отработал. Окей, но зачем это ему? Что он пытается в этом получить для себя? И он постоянно в поиске чего-то интересного, невероятного, вопрос, как усмирить свое хочу, как его перенаправить к деньгам и стабильности. Договариваться. Но я думаю, что вы просто не знаете, чего вы хотите. И избегаете, оторгаете некоторые свои проблемы. На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. 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 Продолжение следует...